В первые годы существования Иваново-Вознесенска в городе работали всего два медицинских учреждения – больница мастеровых и рабочих и небольшая земская амбулатория. На весь населенный пункт было всего около десятка врачей. Часть из них состояли на городской службе. Остальные вели частную практику. В больнице мастеровых и рабочих обслуживали исключительно фабричных тружеников по больничному билету. Это что-то вроде современного страхового полиса. Деньги на него удерживали из зарплаты. На тот момент в городе проживали 20 тысяч человек. Из них рабочих ровно половина. К услугам остальных был либо частный врач, либо вообще никакой медицинской помощи. Бедный человек, приема частного позволить себе не мог, потому что брал за прием прилип личную сумму, то есть 2-3 рубля, учитывая зарплату в 10-12. Это просто огромные деньги для родственного человека. Поэтому не могли себе этого позволить. В 1883 году на должность городского врача был назначен Павел Алябдин. У него был широкий круг обязанностей. В их числе предупреждение распространения заразной болезни в Иванове. Практически сразу он обратил внимание властей на то, что городу нужна собственная муниципальная больница. Население Иваново-Вознесенска стремительно росло, а медицинский контроль за здоровьем людей отсутствовал. Это было чревато вспышками эпидемии. Алябдин вел активную переписку с городской управой. Там на его предложение реагировали неохотно. Но в итоге он добился, чтобы в качестве эксперимента был открыт городской приемный покой. Он располагался в одном из флигелей дома Напалково на современной улице Степаново. Финансирование было небольшое, но это уже шаг вперед. К тому же обслуживание в покое для горожан было бесплатным. Между тем Алябдин не оставлял идеи создания полноценной больницы и искал деньги на осуществление проекта. Поскольку он был врач, а фабриканты, ну, как и все люди болеют, и вообще богатые люди, то многие из них просто приходили к нему на частные приемы, соответственно, завязывались личные связи какие-то. И поэтому он мог действовать через вот этих благотворителей, которые просто отдавали деньги помимо городских сумм. То есть, ну, половина бюджета больницы, это 15 тысяч, там, из 30 было покрыто просто людьми, которые дали по 5 тысяч на именно их койки в больнице. Население города росло, а вместе с ним и число пациентов приемного покоя. Нагрузка была чудовищной, а город отказывал в создании новых коек. В одном из своих сообщений Алябдин писал, ложатся на койку те, которым умереть негде, да и тем нередко приходится отказывать за неимение места. И опять указывал на необходимость создания больницы. Чаша весов в его сторону склонилась после двух крупных эпидемий, случившихся в Иванове в самом начале 90-х годов 19 века. Сыпного тифа, во-первых, была эпидемия, собственно говоря, она поспособствовала. И эпидемия холера, знаменитые холерные бараки тогда были построены в городе. Но в итоге эпидемию холера довольно быстро удалось потушить, и сыпной тиф тоже, в общем-то, быстро потушили. Но вот именно эти эпидемии дали толчки к созданию, ну, потому что, думаю, реально опасалось, что в таком городе, какой был Иваново-Зенецк, где огромное количество населения и не самые лучшие санитарные условия, это может привести к валу просто смертей. Первая муниципальная больница в Иванове была открыта в 1897 году. Она располагалась на месте современной территории Риата. Постройка была деревянной и до нашего времени не сохранилась. Чуть позднее в Иванове построили еще одну городскую больницу на средства фабрикантов Куваевых, что позволило вывести медицинское обслуживание населения Иваново на приемлемый уровень. Сергей Веселов, Денис Железов, телекомпания БАРС.